Арсений стал отцом полтора года назад. Говорит, с тех пор его жизнь сильно изменилась. С одной стороны, приходится в чем-то себе ежедневно отказывать и работать над собой. Но все эти старания компенсирует улыбка дочери, признается отец. Настолько ее оберегает, что и нам показывать ее не решился. Раньше все думал себе, что-то для себя сделать, для жены. А сейчас уже все до ребенка. Чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Был счастлив. Смех каждый день почти. Что-то сделаешь, смеется она. Думаю, что ничего дороже быть не может такого. День отца в России появился не так давно. По мнению президента, праздник должен помочь повысить их значимость в семье. В Барнауле больших торжеств не было. Праздник новый, а сами мужчины закрыты. В отцовском окружении не принято хвалиться. Да и делиться трудностями, которые появляются с рождением ребенка, тоже. Арсений едва ли не единственный, кто согласился поговорить с нами. А мужчины, которые входят в закрытое сообщество отцов, имеют свои причины быть недовольными. Сама формулировка материнский капитал достаточно абсурдна. Потому что все-таки у нас рождение детей предполагает наличие семьи. Если у нас на государственном уровне это называется материнский капитал, по сути это говорится завуалированно. Ну знаете, папа, ну как бы вы тут и ни при чем. Капитал должен называться семейным. Как, например, в Беларуси это происходит. За участников своего сообщества Лисин объясняет. Часто мужчины избегают встреч с журналистами, потому что потом эти ситуации использовали против них. Например, отцы сталкиваются с предвзятостью со стороны судов и органов опеки, когда, вопреки безопасности и финансовым возможностям, ребенка оставляют с матерью. И не только. Нужно исправить абсолютно перекос в семейном законодательстве, который у нас существует, например, в сфере абсолютно драконовских вот этих законов алиментных, когда мужчин попросту под предлогом выполнения законов, ну и просто гравят и лишают имущества. Все это делается под прикрытием интересов ребенка. В первую очередь, нужны меры по стабильному росту благосостояния населения, потому что причина большинства разводов – это материальные проблемы. Уровень жизни в Алтайском крае хорошо известен. По его мнению, в последние годы отцы часто принижаются, социологи поправляют. Долгое время папа воспринимался лишь как кормец и добытчик. Но все меняется. Отец по своему участию, по своей роли начинает в большей степени нести ответственность за те процессы, которые происходят с детьми, за воспитание детей, за эмоциональную поддержку, которая имеет место быть в семье. И это совершенно логично укладывается в то, что сегодня действительно нужно дополнительно подчеркивать действительно роль и значение фигуры отца в современном обществе. И, возможно, со временем праздник приобретет свой масштаб. Дети должны поздравлять. День матери же есть, и день отца должен быть. Он же такой же родитель, как и мама. Мы ездили в гости к родителям. То есть по семейному провели? По семейному. Это очень большая ответственность. И воспитание детей для меня – это очень серьезный вопрос, потому что в нашем современном мире это немаловажно для нас, так как, смотря вокруг, ты понимаешь, что не все дети воспитаны правильно. День отца давно отмечают в Европе и в Америке. Приживется ли этот праздник в России – покажет время. А еще интересно, смогут ли отцы претендовать на те же гарантии и возможности, что и матери. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.